Всем привет! Продолжаем смотреть работы художников. Бельгийский художник, скульптор, медальер, преподаватель, представитель направления в живописи как символизм Констант Монталь. Родился в Брюссиле 4 декабря 1862 года. Поступает в Генскую школу прикладного искусства, изучает декоративную живопись в 1874 году. В это же время по вечерам посещает занятия в Королевской академии изящных искусств. В 1885 на конкурсе в академии завоевывает первое место, получает стипендию, позволяющему ему уехать в Париж для обучения там в художественной академии. Участвует в художественных выставках в Генте, где выставляет свое первое моментальное полотно «Человеческая борьба». Живет и работает в Италии, в Египте. Женился в 1892 году на Габриэль Каниеве, художнице, которая специализировалась на декоративных композициях для тканей. Надо сказать, что первые работы Монтальда находились под сильным влиянием братства при Рафаэлитов. Постепенно он сосредоточился на интеграции человечества с их цветочной средой, деревьями с извилистыми ветвями, занавесками из цветов и лужаек, усыпанными сюрреалистическими наростами. Вскоре окружающая среда оказалась в центре внимания, а человек отошел на второй план. Его более поздние работы изображали миры снов с парками, фонтанами, выполненными в орнаментальных рисунках. Я цитирую Википей. Увлекается символизмом, участвует в первой международной выставке этого направления в 1796 году. В 1910 году построил виллу в районе Брюсселя. И эта вилла становится местом встречи интеллектуальной элиты, среди которой были его друзья Стефан Цвейк, Эмиль Вехарн, с которого он написал несколько портретов. В годы Первой мировой войны мастер живет, работает на этой вилле и занимается преимущественно станковой живопись. Преподает живопись профессор Королевской академии изящных искусств Брюсселя в 1896-1932 годах. Среди его учеников следует назвать таких мастеров, как Рене Магрид по Дельво. В 1906 на Всемирной выставке в Милане награжден золотой медалей. В том же 1906 году участвует художественные выставки в Венске Сицессион. Был одним из основателей художественной группы Art Monumental. Эта группа продвигала декоративный монументальный стиль, связанный с архитектурой. В 1922 написал монументальное полотно «Франция и Бельгия вскармливают своих детей у источника добра и справедливости». Движимый сочувствием союзникам Бельгии в Первой мировой войне, Монтальт подарил эту работу Франции, которая поместила его в рыцаря почетного легиона. После смерти жены в 1944 году скончался во время поездки трамвая от инсульта. Его завещание предусматривает присуждение раз в два года награды за монументальное искусство. Его наследник и исполнитель завещания Жан Гафен, двоюродный брат жены, позже продает собственно Монталья, включая виллу, парк, сады, городу. Впоследствии его вилла была выкуплена муниципалитет. Но так вкратце о бельгийском художнике, скульпторе, медальере, преподавателе, представителе направлений в живописи, как символизм Константи Монталь. Все, всем пока, всем привет, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok